так сегодня у нас геометрия кривых трехмерном пространстве давайте наверное сведения напомню которые там должны были на лекции разобрать и так пусть координаты точки создаются функциями x от и y от t z от t но мы считаем что эти функции хорошие там дифференцируемое необходимое количество раз мы вот мы за счетом пытаться как-то геометрию этой кривой описывать давайте попробую начну вот может быть даже какой-то рисуночек сделать для начала у нас есть оси у нас три оси так ну и вот на из зависимости от t ну ты например там меняем от нуля и увеличиваем дарод получается какая-то вот тут кривая что-то разное время т равно нулю т равно комната большому его точка изменяет свое положение в пространстве что такая вот кривая как нам описывать геометрию кривой есть такой естественно естественно такой способ давайте двигаться по этой кривой возникает вопроса как как по ней двигаться можно же как то вот значит сначала быстро потом медленно так не пойдет так не пойдет что вот именно понять геометрию кривой нужно они двигаться с постоянной скоростью начинаем располагаемся начале точки с постоянной скоростью по ней движемся и смотрим что происходит с точки как она меняет свое положение чтобы описать это вот движение с постоянной скоростью тут нужно выбрать правильную параметризацию поцарить если у нас одну и ту же кривую можно по-разному записать разные параметризации ну банально можно вот перейти там от переменной t какой-нибудь переменной того квадрата и у вас как бы скорость движения по кривой изменится к те геометрии останется той же сам с этим ой так называемый натуральный параметр натуральный параметр с обозначают собственно он будет такой вид имеется интеграл от нуля до т а здесь будет а здесь будут модуль так модуль скорости квадрате это смотрите модуль скорость если мы проинтегрируем скорость мы получаем путь ну и как бы вот посмотрите пройденный путь мы будем ассоциировать со временем то есть один метр пройден там за одну секунду два метра за 2 секунды три метра за три секунды в качестве времени будем указывать пройденный путь вот такая параметризация называется натуральный как раз она и дает движение с постоянной скоростью вот в результате мы получим зависимость эротез будет та же самая кривая но скорость движения по ней будет постоянный так вот но далее значит вот хотелось бы как-то вот знаете вот всякие тут изгибы вот это вот прямой как-то вот описать как это сделать первое но можно ввести касательный вектор а читал r с точкой r с точкой мы будем обозначать производную по натуральному параметру то есть d r по d s произвольный пункту ради пара другой сочетей точкой производные по времени штрихов по исходному параметру . но на что получается производная от карната скорость до скорость направлено по касательный вот касательный вектор вот берем какую точку вот это например на получается вот он касательный вектор направлен туда же куда и скорость этот касательный вектор так далее вектор скорости а дальше скажите вот вы помните что будет а если скорость продифференцировать что вы получите ускорение ускорение да причем смотрите поскольку здесь движение как бы с постоянной по модулю скоростью то ускорение получается только за счет изменение направления скорости а это так называют центростремительное ускорение и с это стремительно ускорения направленом в центр касательной окружности есть вот попытаться окружность касательную построит вот здесь вот видите Меняется вектор скорости, он туда смещается, а вот здесь получается касательная окружность, и вектор ускорения будет направлен в центр. Вот, собственно, этот вектор называется нормальным вектором, нормалью. Как он строится? Берем вторую производную и делим на ее модуль. Модуль – это корень суммы квадрата. То есть вот здесь, кстати, по сути, давайте тоже отмечу, что это модуль R3 здесь записан. Это нормальный вектор. Направлен в центр касательной окружности. Так. И вот скорость изменения касательного вектора называется кривизной кривой. Это то же самое. Скорость изменения касательного вектора. Называется кривизной. То есть чем быстрее меняется скорость, тем меньше радиус касающейся окружности. То есть тем более кривая наша линия. То есть вот у такой, значит, кривизна большая, а вот такая вот кривизна маленькая. Видите, здесь вектор касательный будет меняться очень быстро. Направление будет меняться здесь меряно, здесь кривизна маленькая. Этот параметр называется кривизной кривой. Так. Вот у нас два вектора есть. Еще можно построить третий вектор, бета. Называется бинормалью. Это векторное произведение тау-ню. То есть вот смотрите, вот у нас есть первый вектор тау, есть второй вектор ню. А третий вектор, кстати, если тау, это ню, куда будет третий вектор смотреть? На нас или от нас? Ну, по идее, в данном случае, наверное, сейчас правый третий построю. На нас. Да, значит, на нас будет. Значит, это бинормальный вектор. Бинормаль. То есть смотрите, видите, у нас точка движется, и вместе с ней двигаются эти три вектора. Вот эта вот тройка, тау, ню, бета, знаете, как называется? Знаем. Так. Правая тройка? Не, ну, это же не абы какая правая тройка, она что-то специальным образом построена. Это сопровождающая на трехграннике. Трехгранник Френе он называется, да? Ну, да. Трехгранник Френе. Или репер Френе. А человек вместе с точкой движется этот репер. Так, ну и... Так, ну и справедливо, вот следующая формула, которая называется формула Френе. Значит, тау с точкой, это есть k на ню. Так, то есть скорость изменения касательной есть... Значит, кривизна, умноженная на нормаль. Тау с точкой – это k на ню. Дальше. Если вычислить ню с точкой, то это получится минус k на тау плюс k по бета. Капу сейчас скажу. А бета с точкой – это будет минус k по бета. Так. Вот этот вот параметр k, kappa. Ой, не b, это что я писал. Ню. Параметр kappa называется кручением. Значит, kappa – это кручение. Ну, по сути, видите, kappa получается по модулю равно скорости изменения бинормали. То есть вот у нас есть плоскость движения, так называемая соприкасающаяся плоскость. Это та плоскость, в которой находятся касательный вектор и нормальный вектор. А скорость изменения бинормали будет как раз показывать скорость изменения этой плоскости. Вот эта вот скорость изменения касательной плоскости называется кручением. Кручением. Ну, и kappa можно вычислить вот по такой формуле. Значит, это смешанное произведение r' r с двумя точками и r с тремя точками деленное на квадрат модуля второй производной. Вот. Значит, ну тут есть такое очень трудное утверждение. Можно доказать, что кручение равно нулю в том случае, когда движение плоское. То есть, совершается в одной плоскости. Если плоскость движения меняется, то кручение становится ненулевым. Получается, вот кручение – показатель того, насколько движение неплоское. То есть, насколько изменяется плоскость, с которой точка движется. То есть, вот это все, как тут нарисовано, это все плоские движения, кручение нулевое. А если еще как-то, видите, в пространстве меняется, ну, зависит от того, то насколько оно изогнутым будет, тем больше будет кручения. На самом деле, вот эти производные по натуральному параметру обычно тяжело находить. И поэтому часто есть необходимость эти формулы как-то попроще записать через исходные производные. По исходному параметру t. И тут можно доказать, что следующие формулы здесь получаются. Наверное, вам на лекции рассказывали про это. Кривизна это будет. Векторное произведение r' на r с двумя штрихами по модулю, деленное на r' в кубе. А кручение будет r' 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 а тут будет модуль векторного произведения r' штрихами в квадрате. А еще такие вот формулы для кривизны и кручения. Так, ну вот. Есть ли какие вопросы? Ну, полагаю, что нет. Пока что нет, да. Ну, отлично. Давайте эту формулу надо зафиксировать. Вот эти вот все формулы, значит, с натуральным параметром и с произвольным параметром. Ну и давайте сейчас тогда задачки порешаем на вычисление кривизной и кручения. А давайте. Так. Ну вот, пусть точка задается следующими координатами. t минус синус t. 1 минус косинус t. t и 4 синус квадрат t. t пополам. Ну вот задача. Найти кривизну и кручение кривой. Ну, тут вот, чтобы представить, да, как точка движется. Вот по y она совершает какие-то колебания. Ну, то же самое по z она колебания совершает. А по x она, видите, она всегда движется вперед. То есть, как бы по x вытягивается, а по y и z колебания совершает. Так, ну вот. Давайте, значит, давайте тогда начнем. Ну, значит, что нам нужно там в формулах? Нам нужны три производные. r' r2' r3'. Ну, хорошо, давайте найдем их. Я, наверное, все-таки, может, и первую значку покажу, а потом уже вы будете решать. Так. Ну, здесь вот, видите, синус квадрат, его не очень удобно дифференцировать. Что с ним надо сделать, чтобы его проще было дифференцировать? Ну, понижение степени. Да, и что там получается? Ну, 1 минус косинус t делить на 2. 1 просто минус косинус t, да? Да, да, да. Ну, и в итоге получится, что 4 синус квадрат. Получится 2 умножить на 1 минус косинус t. То есть 2 минус 2 косинус t. Вот. Так, ну, первую производную находим. Значит, 1 минус косинус t. Тут будет синус t. А тут будет... Так, искать лишнюю скобку я поставил. А тут будет минус 2 синус t, да? Хорошо. Вторая производная. Производная косинус от минус синус. Синус t. Косинус t. 2 косинус t. И третья производная. Косинус t. Минус синус t. Минус 2 синус t. Вот мы 3 производные нашли. А что нам нужно дальше? Нам нужен... Вот формулу смотрим, да? Давайте я, может, еще выпишу, чтобы мы понимали, с чем будем находить. Значит, k – это у нас кривизна, вычисляется как модуль векторного произведения, деленное на модуль r в кубе, так как кривизна – это смешанное произведение, деленное на квадрат модуля векторного произведения. Так, ну вот, видите, нам нужен модуль производный. Модуль – это корень из суммы квадратов. Давайте, значит, вычислим, что это получается. 1 минус косинус t в квадрате плюс синус квадрат t плюс 4 синус квадрат t. Ну, надо посчитать, да? Так, 1 минус 2 косинус t. Плюс косинус квадрат t плюс 4 синус квадрат t. Плюс 5 синус квадрат t. Ой, что я написал-то, да, извините. А, я косинус раскрыл, а тут еще, да, один пропустил. 5 синус квадрат t. Так, ну вот. Так, ну здесь давайте как-то преобразуем, да. Ну, наверное, попробуем здесь оставить только косинусы, да, чтобы нам как-то это, ну, единообразно все было. Значит, получается 5 минус 5 косинус квадрат t, да? Тогда получается 6 минус 2 косинус t и минус 4 косинус квадрат t. Так, проверяйте. Вроде так. Да, все так. Отлично, да. Так, ну вот, это надо будет в куб возвести. Это мы потом сделаем. Дальше. Ну, найдем теперь векторное произведение r' и r2'. Так, ну, векторное произведение – это у нас что? Плюсные матрицы, составленные из орд и координат двух векторов. О, да, действительно. Так, ну тут вот есть правило, да. Там вот у нас базисные векторы и жк. Да, тут теперь выписываем сначала r', потом r'. Слишком мелко получилось, наверное, да. И штрих, и штрих, и каш. Ну, каш черточка, да, базисные векторы, вот они. Так, 1 минус косинус t, синус t и 2 синус t. Тут будет синус t, косинус t и 2 косинус t. Ну что, давайте вычислять, да. А вот тут, смотрите, видите, при i будет 0, согласны? Да, дальше. Да, дальше минус, значит, при j получается. Так, умножаем. 2 косинус t минус 2 косинус квадрат t минус 2 синус квадрат t на g. Так, ну, значит, тут получается, видите, минус 2. 2, то есть будет 2 минус 2 косинус t g плюс косинус t минус 1 на k. А еще вот такой вот вектор, видите, он получается... Получается, этот вектор всегда будет ортогонален вектору i. Так, ну, хорошо, давайте, значит, а теперь нам нужен модуль этого вектора. С коренью суммы квадратов. Тут можно что-то вынести, да. Так, получается 4, 1 минус косинус t в квадрате. А тут, видите, плюс то же самое, да. Плюс 1 минус косинус t в квадрате. Ну, и вроде как выходит 1 минус косинус t, поскольку он неотрицательный, да, на корень из 5. Так, ну, и так, значит, теперь мы можем написать уравнение для кривизны. Значит, кривизна получается какая? Так. Корень из 5 на 1 минус косинус t поделить на куб р штрих. 6 минус 2 косинус t минус 4 косинус квадрат t в степени 3 вторых. А здесь, кстати, по-моему, сучка вам здесь сокращалась. Давайте попробуем на множестве разложить. Значит, как тут знаменательно на множестве разложится? По-моему, как раз 1 минус косинус t там будет. А второй множестве какой получается? 6 минус сколько? Или плюс? 6 плюс 4 косинус t. Давайте проверим, получается 6 минус. Ну, да, вроде получается. То есть можно вот так записать. Корень из 5. Так, тут тоже 3 вторых степени. А тут 1 минус косинус t в степени 1 вторая. И 6 плюс 4 косинус t в степени 3 вторых. Вот. Такая вот кривизна. Кривизна, получается, меняется. Так, понятно все пока? Да. Конечно. Отлично, отлично. Так, ну, едем дальше. Теперь надо найти смешанное произведение трех векторов. Так, так, что мне надо что-то освободить, да? Ну, дайте вот модуль пока модуль точно стереть. Сюда попробуем писать его. Ну, берем вот три вектора. 1 минус косинус t. Синус t. 2 синус t. Так, косинус... Нет, синус t. Синус t. Косинус t. 2 косинус t. Косинус t. Минус синус t. Минус 2 синус t. Так. Посмотрите внимательно на него. Может, сразу скажете, чему он равен. Ну, наверное, нулю. Тут, наверное, есть линейная зависимость где-то. Ну, собственно, да, смотрите. Если вот этот второй столбец умножить на 2 и прибавить к третьему, то что получится? Второе умножаем на 2, прибавляем к третьему, получается, а третье обнулиться. 2 синус t, 2 косинус t минус 2 синус t. Получается 0, да. Сеть оказывается, движение плоским будет. Вот тут, на самом деле, можно было это заметить, исходя из исходного уравнения. 1 минус косинус t – это x, а 2 минус 2 косинус t – это y. То есть x всегда равен 2y. То есть получается, z может быть любым, а x всегда равен 2y. Это как раз и говорит о том, что движение будет совершаться в некоторой плоскости. Плоскости, в которой x равен 2y. Ну, ведь там… Ой, не x равен 2y, извините. У нас всегда вот y… Понятно. Всегда так получается, что z равен 2y. 2y, да. А это, собственно, и есть уравнение плоскости. То есть все движение будет в этой плоскости. Ну, вот что я подтвердил здесь формулами. Отсюда выходит, что кручение нулевое, движение плоское. Ясно? Да. Отлично. Ну, следующий пример давайте кто-нибудь из вас решит. Значит, r, e в степени t, e в степени минус t и t корней из двух. Есть желающие? Кто хочет на доске? Ну, кто может на доске писать? Давайте так. Ну, а вот мышки нету сейчас. А кто может? Давайте как-то далось. А я фиксирую, кстати. У меня тут список есть. Я записываю, кто там решает задачки. Ну, давайте смелее, смелее. Смелее меня. И у вас никого нету, ну, у них мышки нету. У нас 20 человек тут. Ну, давайте я попробую. Вот, давайте. Отлично, отлично. А как тут что включить-то? Так, ну, там вроде есть кнопочка комментировать. Видно? Да. А нам также надо найти, получается, k и kappa, да? Да, да, кривизное включение. Продолжение следует... Ну, да, да, да. так вот делаю да так сейчас посмотрим ну да 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 пока правильно так но уже в квадрате кстати в квадрате посчитать когда он не на корень писать если подрастись поставить почему типа не куба квадрат ну конечно но просто квадрат можно не хочу нельзя то не ну пока посчитаем квадрат а потом степень 3 вторых возведем почему квадрата же квадрата сумма квадратов да теореме фагора так со вторым слагаем там не уверен вроде так похоже похоже ну а теперь надо получается найти числитель сейчас а так чего тут можно делал упростить это полный квадрат сейчас подождите как это полный код ну смотрите так есть и пинет согласно а дальше в принципе можно даже еще упростить поскольку е в степени t плюс е в степени минус t это что такое это наверное да я не знаю что это но это наверно упрощает вот эта функция знаете косинус гиперболический то есть можно написать что это 4 косинус гиперболический в квадрате t ну может ну давайте напишем ну так теперь векторное определение находим да ой 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 там будет просто получается е в степени минус т на корень из двух минус минус т на корень из двух на е в степени т да а тут будет просто корень из двух на е в степени т да а так сам по минус минус будет нет тогда в первом случае я забыл как считать определитель и в первом то правильно но вот и умножаем на вот этот определитель ну крест на крест на это минус т на это а ну да тогда тут минус он знаки чередуются тут минус и здесь опять же тут да да получается так вот у это получается через 2 ну да два получается да ну теперь надо модуль найти давайте найдем аж можно квадрат модуль написать квадрат у нас так вроде 8 косинус квадрат возможно да так а теперь конечно кривизна это будет степени 3 вторых знаменателе знаете будет просто модуль а так сейчас у нас будет там модуль векторного произведения а сыграть не знать ли будет до 3 2 степени корень 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 ну да то есть два корня из двух там ну да это простим минус вам потерялся где-то где они все нормально космос кубе будет ну да на космос сократится тут можно еще вынести там еще корень из двух оставить очень тяжело писать у вас только значит так вот тут квадрат не должно было быть здесь будет косинск квадрат да вот так вот отлично отлично да насчет у нас кривизна такая будет на сквозь нас бесконечности стремится да то есть кривизна будет стремиться к нулю чем больше тем более ровная прямая получается ну да так а теперь надо что-то стереть но векторное произведение можно стереть и надо теперь смешанное произведение она производная тоже уже не нужно на самом деле почему они нам не нужны ну а в кривизне там смешанное произведение векторное только включение точнее там надо смешанное произведение производных же получается значит ничего не стирается больше стирается чтобы еще залагала наверно у вас стирается ну вот Спасибо. 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 Ну, наверное, это ноль. Нет, как уж ноль. Нет? Ой, ёлки-палки. Надо разложить по третьему столбцу. Получается, корень из 2 умножить на этот определитель? Да. Получается, минус 2, минус 2. Ну да. Так, ну получается, крючение нам уже не нужно. Не, ну как, теперь крючение находим. Это смешные призывы не нашли. Теперь надо его там поделить на квадрат векторного произведения. В том плане, что вот это К, наверное, можно стереть. Ну, КАЛАН нашли, да. Ой, не кручение, да, а крючизна. Крючение сейчас найдем. Ребята, можете напомнить, что там было? Понял? Она модульна уже. А я не помню, что там было. Сейчас посмотрим так. Начинает задача. А, 2 косинус гиперболических. Ой, нет, я не знаю, не смотрю, не то я смотрю. Сейчас. Там 4 косинус квадрат гиперболических. Да, да, да. Не помню, 4, а 8. Это, да, 8 в квадрате, только в квадрате, там. 8 косинус квадрат гиперболические. Это вот здесь вот надо. Тут надо квадрат возвести. В квадрате. Так, а дальше получается тоже все в квадрате. Нет, я уже возму. А, это все посчитали. Да, это уже в квадрате. Ну, а теперь кривизна. Надо просто уберить. Отключение. Отключение, точнее. Но эти кручения тоже к нулю стремятся. Получается минус 1 на косинус гиперболических квадрат. Ну, вот да, да, минус корень из 2. И причем включение отрицательное. Но включение отрицательное просто показывает, в какую сторону у нас там бинормаль крутится. У нас кручение, знак у него противоположный к направлению бинормали. Ну, все, получается. Ну, да, да, отлично. Отлично, отлично. Так, ну что, какие вопросы? Вопросов нет. Одни восклицания в честь Влада Молчанова. Давайте мы этот пример даже немножко продолжим. Здесь можно найти еще и натуральный параметр. Здесь можно найти. Так, S. То есть, вот та замена, которая приведет к натуральному параметру. Интеграл от нуля до t от модуля скорости. Ой, извините, вот штрих надо поставить. Потому что у нас R штрих. Ну, здесь, конечно, неплохо было бы. Ну, ладно, вообще так не очень хорошо писать, но ничего. Нет, ладно, давайте как положено напишу. R штрих. Здесь вот все-таки не тег, он до t с волной. Т с волной. Получается, ты играл от нуля до t. Так, модуль скорости где-то уже находили. Так, где-то у меня был записан. Вот так вот, верно? Сергей Валерьевич, а можно было бы найти натуральную параметизацию в предыдущем номере? Можно, но там очень неприятный интеграл. Там косинусы, синусы в квадрате. Я смотрел эту задачу, но там этот интеграл берется с помощью универсальной интеллектрической подстановки. Но там надо помучиться сильно, там очень неприятно. Потом рациональный интеграл там от четвертой степени вылезает. Короче, долго там. Но можно там, он интеллектрически берется, тот интеграл. Вот здесь, а здесь проще. Так, ну вот у нас такая формула получилась. То есть это, по сути, 2 косинус гиперболический t. Но не все помнят про эти самые интегралы от гиперболических функций. Потому что так, e в степени t плюс e в степени t с волной. t с волной минус t с волной. t с волной. Так, ну, значит, что получается? Первообразная e, t с волной минус e в степени минус t с волной. У нас есть верхний предел t, нижний мой. То есть e в степени t минус e в степени минус t. А это два синуса гиперболических t. Ну, в принципе, да, кто помнит, первообразные от синуса гиперболического, от косинуса, это синус. Они чем хороши? У них, значит, производная синуса это косинус, производная косинус это синус. Вот тут знаки не меняются у гиперболических функций, у них там всегда плюс. То есть вот, принц, вот он натуральный параметр. Ну и смотрите, нас могут, например, спросить, какой путь будет пройден за 10 секунд? Вот имеется в виду 10 секунд вот в этой параметризации, да? То есть какой путь будет пройден за 10 секунд? Какой ответ? Какой путь будет пройден за 10 секунд? Вадим? Ну, что один-то? За 10 секунд. То есть вот если здесь, к моменту времени t, если вот t взять 10, такой путь будет пройден. Ну что, надо просто, наверное, подставить и все? Ну да, просто делаем 10, подставляем, получаем 2 синус гиперболических 10. Вот это путь, который будет пройден за 10 секунд. Ну, то есть примерно e в 10, да? Ну, 2 e в 10. Ну, нет, просто e в 10. Ну, поскольку e в минусе это почти 0. Вот. За 10 секунд вот столько будет пройдено. Или что еще могут спросить? Значит, длина дуги от точки, ну, вот в начальное время что будет? 1, 1, 0 до... Ну, и сюда подставить какую-нибудь, там, не знаю, десятку, да? e в 10, e в минус 10 и 10 корней из 2. Значит, какая длина этой дуги будет? Пу-пу-пу. Сколько? Ну, это как раз и есть путь пройден за 10 секунд, да? То есть вот это и есть то же самое, да? Тоже из S от 10 тоже получается. С 2, с гипербаллически 10. Вот такая будет длина дуги. Ясно? Так, ну, отлично, отлично. Так. Ну, что еще? Давайте вот такую сдачку решим. Смотрите, возьмем параболу. на отрезке от минус 1 до 1. А вот тут x, тут y. Значит, y равен x квадрат. Вот спрашивается, какая длина вот этой вот кривой? Нет. Он спрашивает, какая длина вот этой кривой. Ну, у нас есть натуральный параметр, который с одинаковой скоростью проходит. Наверное, надо просто... Нет, ну, его не так легко найти, вот натуральный параметр. Здесь, скорее, надо тот самый натуральный параметр найти. Да, то есть, ну, вот смотрите, мы можем взять t, как время, да? равное x, точнее, x возьмем как t. А y тогда как надо взять? Как t квадрат? Как t квадрат, да. А вы стилусом пишете? Ну, типа того, да. А то, если мышкой, то как-то вообще пекется быстро. Так. Нет, это у меня планшет. Ну, да, 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 вот это графический планшет. Ну, да, да, да. Вот, x, t, y, t квадрат. Ну, получается, вот такая параметризация, да? Ну, смотрите, значит, как можно найти? Надо взять интеграл. Так, ну, по сути, у нас вот r. У нас здесь плоский случай, за это у нас 0, да? t и t квадрат. Значит, получаем интеграл от 0 до... 2. До 1 в данном случае, да? Так, от скорости, от модуля скорости, значит, корень из r' это что получается? Это 1 и 2t. А 1 плюс 4t квадрат dt. Но, правда, мы найдем длину не всей. Так. Это у нас будет длина только вот этой половинки. А если чтобы целое найти, что надо сделать? А у нас... А, это единица пока у нас. Ну, можно на 2 умножить. Хотя чуть-чуть я вот подумал. Наверное, проще будет, если мы здесь минус 1 поставим, да? Ну, вот такой вот интеграл получается. Так, а кто помнит, как такой интеграл найти? Подстановка тригонометрическая. Это надо поменять на синус. Ну, вот это не интегралентрическая нужна, а гиперболическая постановка. Как раз надо гиперболический там синус подставлять. Почему? Ну, а как у вас? Ну, смотрите, синус у вас не получится, косинус не выразится, потому что здесь плюс, здесь сумма квадратов. Когда сумма квадратов, то нужно как раз использовать эти. Сейчас, подождите, я вспомню. Мне кажется, и без гиперболической можно как-то обойтись. Ну, не так легко, на самом деле. Ну, а если, допустим, тангенс равен там Z, ну, тангенс Z на 2, вот это вот подстановка. Тангенс Z на 2. И что это вам даст? Ну, потом что-то сократится. Хорош, братец. И там у вас принципиально синус через космос не выразится, потому что плюс. Давайте, значит, вот какую подстановку здесь можно попробовать. T равняется. Вообще, мне кажется, D с тангенсом хорошее, потому что есть тоже, что связанное с тангенсом. То, что единица плюс тангенс, это есть единица делить на косинус. Ну, единица плюс тангенс квадрат, это единица делить на косинус квадрат. Вы предлагаете T взять как тангенс. Какой-нибудь там Z, да? Ну, да, что это такое? Нет, я бы взял как тангенс Z делить на 2. А, да, да. Или так, чтобы в квадрате это давало просто тангенс квадрат. Вот так вот, да? Да, да, да. И, по идее, все должно получиться. Давайте посмотрим. Так. Получаем 1 плюс тангенс квадрат Z. Да, это 1 делить на косинус квадрат Z. Ну, интересно. Так, значит, сейчас от минус 1 до 1. Получаем. Так. А, ну, 1 делен на косинус Z так и будет. А тут будет DT. Это что такое? ДТ будет. 1, 2. Косинус квадрат Z. DZ, да? Да. Да. То есть это косинус куб. Ага. Только предел надо тоже поменять. Предел надо тоже поменять, да? Да, но только на что? А, получается минус арктангенс 2 и арктангенс 2. Значит так, если T было равно единице, да? Ну да, получается Z минус арктангенс 2. Тут плюс арктангенс 2. Ну, а такой интеграл как брать? Понижение степени. Не, понижение степени тут не поможет. Тут такой трюк вообще сразу приходит в голову. Ну, типа да может быть там что-то и подбить. Ну да, да. Смотрите, я так напишу. D синус Z. Так. А тут будет косинус четвертый, да? То есть 1. Да, да, да. А косинус четвертый. Квадрат Z. Делаем синус квадрат в квадрате. В квадрате, да? Ну и снова меняем. Значит, синус Z. Это будет кто-то там. Какой-нибудь, кто у нас еще не был. U. Значит, 1, 2. Интеграл. D U. 1 минус U квадрат. В квадрате. Так. Какие пределы поменять? Вот. Аференат синус. Арктангенса 2, да? Так, нет, подожди. Сейчас, если у нас... Минус синус, наверное. Ну, сейчас, сейчас. Значит, если... Вообще, синус Арктангенса, там какую-то форму можно получить. Так, сейчас. Значит, если Z будет равен Арктангенса 2. Ну да, значит, здесь минус синус Арктангенса 2. Давайте ему как-нибудь обозначим. Не знаю, там... А, да? Тут минус А, тут плюс А. Ну, а такое... Ой, это тоже неприятная штука. Надо тут на простые множители тут раскладывать, да? К сожалению, да. Вот. А если делать, как я предлагал? Мари, что я предлагал? Я предлагал взять... Так, ну давайте, может быть, мы вот этот интегралчик я обведу. Пока сотрём так. Значит, я предлагал T взять как 1,2 синус гиперболический Z. Сотру. ДТ – это будет 1,2 косинус гиперболический Z, DZ. Что-то равно. Ну, давайте смотреть, так. Здесь тоже, видите, некие не очень приятные вещи возникают, а именно... Значит, предел надо правильно поменять. Тут будет минус... Так. Так. минус 2 арксинуса... Давайте тоже, значит, здесь как-то эти пределы обозначим. Да, от минус B до B. Минус B до B. Где B – это... Значит, кто это? Да. Арксинус... Арксинус гиперболический единица, да? Правильно? По идее. Да. Не я. Минус арксинус гиперболический... Арксинус гиперболический 2. Т единица, да? Значит, это... Так, сейчас... Арксинус гиперболический 2. Вот, минус B до B. А здесь прочее уже получается. Смотрите, здесь будет 1 плюс... Так, синус гиперболический в квадрате Z. Так, 1, 2 вынесем. Косинус гиперболический Z. DZ. А здесь вот надо тоже использовать. Они здесь немножко по-другому выглядят. Там под корнем просто будет вот косинус гиперболический, да? Да, 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 да. Значит, минус синус... Гиперболический Z равно единице. Да, то есть тут просто косинус получается. Одна, вторая. Вот, минус B до B. Так. А тут выходит действительно вот это, значит, косинус квадрат гиперболический Z, DZ. А он гораздо проще уже выражается. Давайте я то и сотру. Так, ну а здесь можно уже просто... Вот так вот. Одна, вторая. Так, от минус B до B. Так, а косинус квадрат – это же что такое? Вот тут будет 4, так? Тут будет E в степени 2T плюс E в степени минус 2T. И еще все, плюс одна, вторая. А, тут меня в ZZ превратилось. Ну, а пусть будет DT. Так, равно. Значит, одна, вторая. Ой, так, тут у нас кто получается? Вообще вот это, можно же как записать? Одна, вторая, косинус гиперболический 2T, да? То есть здесь будет одна, четвертая, синус гиперболический 2T от B минус B, так? Плюс. А тут вроде как плюс B получается, верно? И, смотрите, вроде как проще. А синус у нас функция – это нечетная, да? То есть, в принципе, получается 1,2 на 1,2 – это 1,4 синус гиперболический 2B плюс B пополам. Ну, вот как-то так, да? Да, только теперь надо B еще. Кстати, арксинус, он выражается через другие функции. Никогда в этом не задумывались. Арксинус? Ну, возможно, через арксинус, наверное. Не-не-не, ну, смотрите, чтобы найти B, значит, что мы можем сделать? Так, B – это решение уравнения E. Так, в степени B минус E в степени минус B пополам. Равняется 2, верно? То есть его можно будет, смотри, теперь получается, вот если E в степени B за что-то обозначить, за какой-нибудь там C, да? То будет уравнение C минус 1 на C равно 4. А это же квадратное уравнение, по сути, да? Вы отсюда найдете C. А потом B будет логарифм этой величины. Ну, давайте посмотрим, значит, C, почему получается, равен? C квадрат минус 4C минус 1 равно 0. Значит, C – это 2 плюс-минус… Так, откуда что будет? 4 плюс… А минус B пополам, да, 4 плюс 1. 2 плюс-минус корень из 5. Ну, что надо оставить из них? Положительный? Да, положительный почему? Ну, если у нас это какая-то показательная функция, она не может быть отрицательной. Ну, да, значит, получается, оставляем 2 плюс корень из 5. Ну, да, давайте посмотрим. Так, значит, вот вроде как C – это 2 плюс корень из 5, да? Значит, B – это логарифм 2 плюс корень из 5. Получается, B пополам – это логарифм 2 плюс корень из 5 пополам. Вот эту штуку нашли. Так, ну и осталось тут вот еще с синусом, значит, вот с этой штукой разобраться. Значит, нас интересует синус гиперболический двух арк в синусах гиперболических, да? Двух. Так, ну как тут быть? Ну, учитель, что арксинус – это просто угол. Наверное, нужно использовать этим фактом. Здесь надо вот некоторые свойства синуса попробовать использовать. Ну, типа, вот эти вот два арксинуса, они распадутся на синус от арксинуса умножить на косинус от арксинуса. Наверное. Вот не уверен. В формуле двойного угла. Да, но тут же гиперболические функции, да, там. Ой, е-мое. С обычными так сработало. С гиперболическими. Так, ну здесь вот, давайте, значит, вот есть такой трюк. Значит, вот косинус гиперболический двух Т. Это два синус гиперболических Т плюс один. Вот здесь такое понижение степени есть. Ну, это, по сути, просто стандартное понижение степени, просто записано в таком виде. Ну, допустим, да, так, сейчас чуть-чуть надо стереть. Так. Так, а теперь давайте здесь мы это так представим, как здесь будет корень квадратный. Тут будет косинус гиперболический. Косинус гиперболический в квадрате от двух арксинусов гиперболических двух минус один. Да, это поскольку там, значит, косинус квадрат минус синус квадрат равен единице, да. А теперь я вот это вот сюда еще попробую применить. Так, у нас это косинус. Косинус гиперболический в двух Т. Это получается два синус гиперболических в квадрате. Получается арк синус гиперболический в двух. Минус один, верно? То есть сколько получается? Много. Чего много? Считать много. Да нет, чего много. Синус арксинус – это что будет? У вас получилось арксинус двух. Так, сейчас, одна минутка, что-то у меня тут. Так. Так. По-моему, где-то все-таки что-то у меня. Так. 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 Я, по-моему, неправильно подставил. Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть, мы где-то здесь какую-то ошибку сделали, возможно. Так, ну ладно, кроме этого... Кроме этого, вот еще что. Значит, пусть r – это 3t минус t в кубе, 3t квадрат и 3t плюс t куб. Тоже найдите кривизну и кручение. И найдите... Значит, натуральный параметр тоже здесь можно найти. Так, кроме этого, из Демидовича 41, 31, по-моему. 41, 31, по-моему, 32, кажется. 42, 31, точнее. 42, 31 и 42, 32. Ну вот. Ладно, как так. Есть вопросы? Не, спасибо. Теперь можно скринить вашу домашку и точно не потерять фото. Отлично, отлично. Так. Ну ладно, все на сегодня. Да. До свидания, до свидания, до свидания. Да.